Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня поговорим о гигиене телесной, о гигиене аристократов 18-го, начала 19-го века. Эта тема позволит нам вспомнить о таких понятиях, как сухая чистка и водные процедуры. Не все люди в наше время понимают, что сухая чистка, которую применяли аристократы в давние времена, это один из способов ухода за собой. Человек 18-го века, который принадлежал к высшему обществу, тратил на свой туалет ежедневно несколько часов. Щеголи и щеголихи прошлого иногда ложились спать под утро, просыпались вечером, и день их начинался с того, что они садились к зеркалу, у которого проводили многие часы. Но водные процедуры в 18-м столетии применялись крайне редко для ухода за собой, за чистотой своего тела. Это было связано и с определенными предрассудками, с представлениями о медицинских процедурах в то время, потому что вода была плохого качества, поэтому часто внутрь употребляли вместо воды вино, а снаружи использовали различные косметические средства, эссенции, притирания, настойки, которые делали на спирту, используя эфирные масла, или вместо спирта можно было использовать уксус. И вот это главное средство гигиены. Но под сухой чисткой подразумевается другая процедура. Сухая чистка – это уход за волосами, голову мыли очень редко, поэтому применяли уход за прической в виде крахмала, пудры рисовой или просто муки. Это было самое доступное и дешевое средство. Водные процедуры, конечно, были известны, и некоторые аристократы принимали ванны уже и в 18-м столетии. Но, во-первых, горячая вода считалась даже вредной для человека, поэтому большинство людей пользовались только рукомойными гарнитурами. А вот принять ванну в 18-м веке, как правило, это были медные ванны, это вещь, которая является очень дорогостоящей, и ее сложно устраивать с технической точки зрения. Поэтому ванны могли позволить себе очень немногие, это предмет роскоши. Медики настаивали на том, что горячая вода расслабляет организм человека. В 18-м веке было известно такое средство, как скраб, но назывался он, конечно, по-другому. Это миндальная паста, которая состояла из миндаля, кедрового ореха, меда и яичных желтков. Перед принятием ванны, а эту процедуру называли гигиенической, она была позволительна только для абсолютно здоровых людей, нужно было намазать себя миндальной пастой, смешанной с теплой водой, так как эта процедура придавала коже мягкость. И в завершении гигиенической ванны тело намыливали раскрошенным водой, доведенным до мусообразного состояния, неапольским мылом. Вот таким образом можно было заменить сухую чистку водной процедурой. Ухаживали, конечно, и за полостью рта. Как правило, применяли полоскание, но известны были и зубные пасты, в том числе миндальная, коричная, апельсиновая. Они не только ухаживали за чистотой зубов, но и способствовали приятному запаху. Многочисленные болезни, эпидемии, сложности по уходу за чистотой тела приводили к тому, что молодость и красота – это недостижимая мечта. Поэтому рубеж молодости заканчивался в 20 лет. Вечная молодость, мимолетность человеческого счастья – эти темы встречаются очень часто в литературе XVIII столетия. И в связи с этим люди XVIII века, стремящиеся к идеалу, к вечной молодости и красоте, стремились объявить табу на такие темы, как болезнь, смерть и старость. Идеалом эпохи Рококо была вечно молодая и прекрасная женщина, которой не должно было быть больше 25 лет. Конечно, туалет знатного человека не исчерпывался только сухой чисткой и редкими водными процедурами, протираниями лица, рук влажными салфетками. Использовали и сооружения причесок, использовали очистку волос с помощью пудры, крахмала и муки. И даже, отправляясь в свет, брали с собой косметические принадлежности. Использовали очень широко ароматы, которые в XVIII веке не делили на мужские и женские. Дамы и кавалеры и дома, и в свете обязательно имели при себе маникюрные принадлежности. Уход за ногтями, за чистотой и красотой рук – это обязательная часть туалета знатного человека. Поэтому в свете у каждого был с собой маленький драгоценный НССР, внутри которого у мужчин могли быть и чертежные принадлежности. Отсюда название готовальня. Но дамы в этих драгоценных вотлярах в основном хранили пилочки, ножнички, золотые носочистки и уховертки, которые могли что-то поправить во внешнем облике, если появлялись недостатки. И до сих пор в коллекции музеев хранятся такие драгоценные вещицы, они есть и в нашем собрании, и в оружейной палате можно видеть драгоценные туалетцы, выполненные русскими и европейскими мастерами. Уход за прической – это уже важная составляющая туалета знатного человека. Естественный цвет волос мог позволить себе только простолюдин. Все аристократы носили парики, это касается мужчин, а дамы сооружали сложные прически и пудрили их. Парик – обязательная часть облика мужчины-аристократа. Он требовал ухода, значительных средств. У богатых мужчин было несколько десятков париков. Периодически парик нужно было отдавать парикмахеру для ухода. В знатных домах были свои цирюльники. Но в XVIII веке в крупных городах, в том числе и в России, появились уже цирюльни. И те, кто трудился в этих заведениях, цирюльники, были не только парикмахерами, но и медиками. Они сооружали прически, брили, стригли, и при этом они могли пустить кровь или поставить пиявки. Уход за дамской прической – это очень сложная и длительная процедура. Голову мыли редко, не потому что не следили за гигиеной, а поскольку сооружение такой прически было делом настолько непростым, что ее держали обычно на голове месяц, а то и полтора. Сооружение прически в XVIII столетии могло положаться несколько часов. Волосы оплетали вокруг проволочного каркаса, украшали их лентами, кружевами. Внутри каркас могли наполнить тряпочками и бумагой. И таким образом появлялось сложное сооружение на голове, которое, конечно, плохо сочеталось с естественной гигиеной человеческого тела. Поэтому неприятные насекомые, блохи и вши были хорошо знакомы не только простолюдинам, но и знатным людям. И очень многие инструкции и литературные источники XVIII века публиковали советы, они адресованы были и дамам, и мужчинам, как бороться с этими неприятными насекомыми. А среди модных аксессуаров присутствовала такая вещь, как блохоловка. Это был драгоценный стволик из золота или серебра, или из более простых материалов, из дерева, например, если человек не был столь богат, чтобы заказать себе золотую блохоловку. Внутри этого стволика находился мед или какие-то другие сладкие вещества, и блохоловку носили с собой, когда даже отправлялись в свет. Кавалер, если хотел сделать приятное даме, то мог, используя специальные приспособления и аксессуары, слегка почёсывать её голову со сложной прической. И такая сцена говорила о флирте, происходящем между дамой и кавалером. Поскольку борьба с блохами и вшами была очень актуальным вопросом, существовали специальные инструкции. И вот в одной из них, а книга называлась «Дамы и вши», публиковался рецепт, который был назван «Средство от животного в голове». Рецепт был следующим. «Возьми соли, надави на неё соку из свежего лимона, поставь её сокнуть в печь, потом истолкив порошок и высыпь на голову». Вот таким образом можно было победить в шее в XVIII веке. Неотлимемой частью знатных дам XVIII столетия были мушки, которые, конечно, были орудием кокетства и лукавства, так же как веер, но первоначальное значение мушек, а они возникли ещё в XVII веке в Англии, и изобретение их приписывается герцогине Нью-Кассл совершенно иное. Первоначально мушки были гораздо больше по размеру, только впоследствии они уменьшаются до родинок. И с помощью мушек, а это были маленькие кусочки клейкого пластыря с бархатной верхней основой, они могли замаскировать какие-то недостатки на лице дамы. В XVIII веке мушки использовались и для флирта, и для маскировки недостатков на лице. Источники того времени, а это литературные произведения и памфлеты, позволяют нам представить, как дамы использовали мушки. Во время танца, например, с кавалером, если дама исполняла минуэт и желала сказать кавалеру нечто о своём настроении и чувствах, она ловко вынимала из маленькой плоской коробочки мушку, наклеивала её на лицо, на плечи, на шею, и кавалер понимал то, что дама не могла сказать вслух. Значение мушек мужчины понимали очень хорошо и в Петербурге, и в Париже этот язык был известен. Мушка могла означать сердечное расположение, равнодушие, страстную любовь, разочарование. Положение мушек могло быть совершенно разным. На левой стороне лобогордость, на нижней – слёзы, на верхней губе – поцелуй, на нижней губе – склонность. Но при этом дамы не забывали о том, что мушка может помочь им замаскировать какой-то недостаток. Один из разделов книги Громова «Любовь. Книжка золотая», который назывался «Новый любовничий и супружеский словарь», советовал. Мушки – суть иногда принужная снадобья в лепной работе, что на лицах прекрасного пола бывает. Если сделается от нечисти или других причин такая порча, что ни белелыми, ни румяными заштукатурить он и никак нельзя, то лепят уже мушки. Всё меняется в начале XIX столетия, когда на сцену выходят модники, их называют дэнди, и вот они проповедуют совершенно иные стандарты чистоты тела и красоты. Одним из критериев светского человека, дэнди, становится безусловная чистота тела, поэтому ванная – это уже не предмет роскоши, а необходимость. И самый первый дэнди, самый знаменитый из них, Джордж Браммель, не просто принимал ванну несколько раз в день, он даже принимал ванну, наполненную молоком, как некогда это делала Клеопатра, что способствовало мягкости кожи. Теперь, в начале XIX века, и мужчины, и дамы постепенно отказываются от излишних ароматов. Напротив, чистое тело не должно иметь никаких запахов, главное – это чистота. Поэтому мужчины меняют рубашки несколько раз в день. Дамы более внимательно следят за сменой нижнего белья. И вот эти стандарты чистоты приводят к тому, что в XIX столетии постепенно ванна становится ежедневной необходимостью, а изобилие косметических средств уходит в прошлое. Уважаемые друзья, желаю вам здоровья, оптимизма и чистоты телесной и духовной. Спасибо за внимание!